Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы поговорим о кризисе рационалистического мировоззрения и едином методе обоснования научного познания. Вообще-то мы живем в мире, который создан в значительной степени наукой. То есть сегодня, если человечество лишить достижений науки, то оно будет просто обречено. Отсюда значение оценки науки в философии. Само это состояние современного цивилизации неразрывно связано с остановлением рационалистического мировоззрения в виде так называемого классического рационализма Декарта, Бекона, Паскаля и так далее. Который утверждал, что наука способна давать нам истинное знание, отправляясь от опыта и только от опыта, и не опираясь ни на какие априорные истины, что резко отличало вот это мировоззрение от предыдущего мировоззрения, особенно религиозного, где утверждались какие-то истины, не основанные на опыте, а как бы априорные от имени Бога, не от имени Бога. И только переход вот к такой вот науке, твердо опирающейся на опыт позволил человечеству сделать колоссальный рывок научно-технический, преобразив всю окружающую действительность, увеличив производительность труда, общее благосостояние и так далее. И произошло это под прямым влиянием вот этого мировоззрения, когда люди, так сказать, поверили, что нужно истину добывать, что нужно поступать так, как учит наука, согласно ей строить там машины или общество и так далее. Вот эти успехи, которые произошли в западной цивилизации вот с началом нового времени. Каковы положения классического рационализма? Ну, во-первых, что классический рационализм абсолютизировал научное познание. Он утверждал, что наука дает нам абсолютное знание, которое никогда не меняется. Абсолютное истинное знание. То есть истинно добытая наукой, ее понятия, ее выводы, ее предсказания, будучи однажды, так сказать, приняты, они остаются навсегда. А развитие науки происходит только за счет добавления нового знания к ранее добытому, ничего не меняя в нем. Значит, вот это такое основное положение. Ну и, значит, понятия науки однозначны, одинаково понимаемы всеми учеными, а иначе, собственно, мы не могли бы, так сказать, на нее опираться, если разные люди будут по-разному понимать эти утверждения, понятия и сами утверждения. И, естественно, что одинаковое должно быть, какой-то единый метод обоснования должен быть. Правда, сами, значит, вот эти классики рационализма не произносили такого выражения, единый метод обоснования, но это подразумевалось, как бы, само собой разумелось. И, к сожалению, они не сформулировали ни вот этого единого метода обоснования, ни способа однозначного определения понятий, ни способа однозначной привязки понятий к опыту. Это как-то все само собой подразумевалось и в основном это базировалось на том, что наука, которая начала развиваться в это время, ну, прежде всего, в виде механики Ньютона, термодинамики и таких дисциплин, которые дали вот первую промышленную революцию. Она приносила небычайные такие плоды, и все шло хорошо, и не возникало никаких сомнений, что вот да, ученые там соглашаются, ну, после какого-то количества обсуждений и споров они принимают некоторую теорию, всякие другие конкурентные гипотезы отвергаются, и дальше по этой теории все строится, все прекрасно работает. Отсюда рождалась вот эта убежденность в этой истинности, но, как я уже сказал, ни самого метода обоснования, ни способа определения понятий однозначного, ни их привязки к опыту классический рационализм не дал. В этом была его слабость. И эта слабость проявилась, когда в результате развития вот этой самой науки, прежде всего науки естественной, физики прежде всего, стало потихоньку выясняться, и с появлением теории относительности Эйнштейна стало окончательно ясно, что нет этой абсолютности, что наука таки меняет свои понятия и выводы, и очень, так сказать, болезненно для абсолютистов меняет. То есть, ну, к примеру, время, которое считалось у Ньютона абсолютным, стало относительным Эйнштейном, скорости, которые складывались у Ньютона по формуле Галилея, стали складываться по формуле Лоренца и так далее. С этого начался такой масштабный кризис рационалистического мировоззрения, не только классического рационализма, но и этого мировоззрения как такового. Значит, ну, первые, так сказать, его критики эти были экзистидалисты, но окончательно, так сказать, фундаментально его вот погромили классический рационализм, так называемые постпозитивисты. Вот первая такая группа их была, так называемые социальные постпозитивисты, это Кун, Куайн и Раббент и другие. Значит, основные их утверждения были такие, вот утверждения Куайна, которые, так сказать, основные, так называемого, антологического релятивизма. Он утверждал, что понятия науки не привязаны к опыту, что они выводятся одно через другое в бесконечной регрессии. Вот взаимодействие такое положение. Ну, и действительно, мы очень часто имеем в виду, когда некоторые понятия науки выражаются через другие понятия. И тем более, что не было точного, так сказать, не был описан способ привязки, способ однозначного определения, и способы привязки не были описаны. Кун утверждал, что представители разных фундаментальных теорий не способны понимать друг друга. Они, так сказать, пользуются разными понятиями, у них нет общего языка, они никогда не могут между собой договориться. Сипир и Орф утверждали, что не только представители разных научных парадигм, но и вообще не могут договориться, потому что слова любого языка они многозначны. Кстати, естественное такое возражение. Действительно, если слова многозначны, а понятия мы определяем, как правило, словами, то как же можно достигнуть этого понимания? Так сказать, в быту у нас очень много происходит. И по сей день взаимного непонимания на основе разного понимания слов, которыми мы оперируем, понятия и так далее. были попытки защитить рационалистическое мировоззрение в этой его старой форме классического рационализма, а именно были попытки саму науку переделать так, чтобы она впредь не меняла своих понятий и выводов. особенно значительные усилия в этом направлении принадлежат великому математику Гильберту, Пиано, Фреч и еще целый ряд людей, которые пытались вывести, перестроить всю математику таким образом, что она выводилась из некоторых сверхобщих теорем, аксиом, извините, сверхобщих аксиом, из них выводилась бы вся математика. Из этого ничего не получилось, и, как я показываю, не могло получиться. Тогда была другая попытка спасти рационалистическое мировоззрение хотя бы, так сказать, и ценой того, что признать, что наука меняет свои понятия и выводы, но вот что-то в ней такое есть, что позволяет ее отличать от ненаучных методов познания, ну, там, от интуиции или, там, религиозного откровения и тому подобных вещей. Это главные здесь фигуры, это, так сказать, Поппер, Лакат, Голдан, еще некоторые. Значит, Поппер утверждал, что хотя наука меняет время от времени свои понятия и выводы, Маутова, хотя научная теория принципиально погрешима, то есть, погрешима, это даже более того, что бывает, мол, что меняется теория на другую теорию, а Попперу это даже хуже, то есть, любая научная теория обязательно рано или поздно будет опровергнута Попперу, то есть, мы вообще-то не можем полагаться, потому что все равно рано или поздно она будет опровергнута. Но тем не менее, значит, у нас есть некие способы отделить науку от ненауки. Что же это был за способ? Это он назвал фоллибилизмом, то есть, он утверждал, что если, этот фоллибилизм его утверждает, что если научная теория не может быть опровергнута, подтверждена или провергнута опытом, он специально не может, то это не наука. А вот если может быть подтверждена и опровергнута, то это наука. Нусы можно вводить такой критерий, но что он нам дает? Дело в том, что если теория, да, может быть опровергнута или подтверждена опытом, но тем не менее, она не обязана при этом быть истиной, то есть, киси не донимит никакого отношения. Например, мы заявим, что Волга впадает не в Каспийское, а в Черное море. Это не истина, это ложь. Но это легко проверяемо. Значит, по Попперу это наука. Ну, соответственно, значит, я показываю, что Поппер и его последователи, они тоже не решили проблему от этого кризиса рационалистического мировоззрения, который на самом деле в философии буйствует по сей день, то есть, в западной философии, но восточная обычно этим и не занимается. А в западной философии принято, что вот, да, наука, значит, теория погрешима, единого метода обоснования нет. Вот Локатас, ученик Поппера, прямым текстом утверждает, у него есть теория смены обосновательных слоев, то есть, меняется обоснование. Но если меняется обоснование, теория погрешима, как можно полагаться на такую науку? Надо сказать, что точно так же, как принятие рационалистического мировоззрения в форме классического рационализма оказало колоссальное положительное влияние на расцвет западного общества, также торжество от этого релитивизма оказало прямо противоположное влияние. Конечно, естественная наука продолжала, продолжает развиваться. У нас появляются новые теории, и как-то, так сказать, надо сказать, ученые-естественники, несмотря на признание этого неспособности договариваться в философии, а ученые-естественники все-таки как-то договариваются, ну, тоже с трудом, не без труда, они и раньше были споры, это естественно, но какие-то теории продолжают признаваться. Главное, что мы ими пользуемся, не боясь того, что, а вдруг, вот, как же можно пользоваться, если это все погрешимо. Но зато в общественной жизни там теории, вот, такие типа концепции, такие философские, типа философии буржуазной революции, на которых встал, значит, капитализм, или там марксизма, по которому был построен социализм, они больше сегодня не рождаются новые, такие, уже лет 100-150 их не видно, чтобы они влияли. А старые теории, так сказать, они уже не соответствуют изменившимся обстоятельствам. И это приводит к тому, вот, к тому наблюдаемому невооруженным глазом кризисному состоянию всего западного общества, когда усилились всякие такие вот асоциальные явления, неустойчивость, снизилась качество управляемости общества, вплоть до того, что в самых странах с самым высоким уровнем развития науки и технологии, например, в Штатах, в последнее время происходит снижение среднего уровня жизни. То есть наука нас продолжает питать огромным количеством все новых и новых достижений, позволяющих, так сказать, нам обогащаться, жить богаче и лучше. И, несмотря на это, общество в среднем беднеет. Я уже не говорю, так сказать, о разделении на богатых и бедных. Даже средний уровень на самом деле снижается, потому что управление обществом, качество управления обществом снизилось. И снизилось оно вот в результате этого кризиса рационалистического мировоззрения. Значит, я утверждаю, что вот я предлагаю решение этого кризиса. То есть это решение этого кризиса дает мой нейрорационализм и вот этот самый единый метод обоснования научных теорий, который является частью моего нейрорационализма. Основные положения нейрорационализма, касающиеся научного познания, они таковы. Да, признается, что да, наука меняет свои понятия и выводы при переходе от одной фундаментальной теории к другой, как, например, это в случае от Ньютона Кенштейна. Это фундаментальная теория. Но метод обоснования в обоих случаях остается, он вообще не в обоих случаях, он вообще для любых настоящих научных теорий это единый метод обоснования. То есть вообще науку от ненауки отличает именно этот единый метод обоснования. теории обоснованные по единому метод это наука. Все же не обоснованно по единому метод это не наука. Даже если она претендует сегодня называться наукой, то сегодня как раз такого очень много, что претендует называться наукой и наукой не является. Это отдельная проблема касающаяся эффективности науки и тоже состояния общества. Значит, а как же быть с тем, что при этом вот метод один и тот же, а понятие меняется? Как так может быть? И что это за истина такая получается у этих теорий, которые одна меняет другую, меняются понятия, меняются выводы, а обе они истины? Как могут быть истины две теории, описывающие одну и ту же действительность с разными понятиями и разными выводами? Берем для примера самый наглядный пример, это механику Ньютона и теория относительства Эйнштейна. Значит, суть вот этих вот понятий и выводов, то есть структура любой теории, она имеет такой, согласно единомерному обоснованию, она имеет такое аксиоматическое построение, то есть в основе лежат некие постулаты аксиомы, типа трех законов Ньютона, остальные делаются строгими, строгие выводы в виде такой развертки аксиоматической, индуктивной. Так вот, а откуда берутся вот эти аксиомы? Вот они там, значит, как известно, в математике аксиомы определяют понятия. Значит, вот пять аксиом Эвклида относительно прямых и точек определяют сами понятия прямых и точек. Так вот, если мы привяжем к опыту аксиомы, то мы тем самым привяжем к опыту базовые понятия. А как, собственно, происходит привязка к опыту аксиомы? Как они вообще, говорят, берутся? А они берутся следующим образом. Опыт, если, простейшая вещь, мы исследуем какое-то влияние двух величин, так сказать, связи одной с другой, функциональной. Значит, мы меняем одну величину и смотрим, как в результате меняется другая. На приборах меряем, что-то такое замеряем, и результаты измерения наносим на плоскость, значит, двухвостную, значит, абсцисс, система абсцисс и координат в виде точек, точек на графике. А затем эти точки имеют, они не ложатся строго на какую-то одну линию, они слегка там, кстати, рассеяны, но видно, что они, видно, что, в общем, какую-то закономерность в виде какой-то линии они описывают, а отклонение это как бы нечто случайное, неточность измерения, и тому подобное. И дальше мы вот эту закономерность в виде этих точек подыскиваем такую математическую формулу, которая, линия которой, значит, будет максимально близка вот к этому рассеянию точек, то есть, чтобы отклонение точек от этой нашей линии, суммарное, так сказать, было наименьшим. Вот это полученная таким образом формула дает нам то, что называется аппроксимацией. То есть, в принципе, мы можем разными формулами подобрать, так, чтобы они достаточно близко проходили, кривые с соответствующими формулами, проходили достаточно близко вот этих точек. Отсюда мы и видим, что мы можем иметь разные понятия, разные, значит, законы, то есть, сами эти формулы разные, но и тот, и другой законы, они будут аппроксимациями некой абсолютной истины, от которой мы, значит, близки, можем еще приближаться, значит, меняя, так сказать, заменяя, вот скажем, заменяя формулу сложения скоростей по Далилееву, на формулу по Лоренцу. Мы приближаемся к этой абсолютной истине, никогда ее абсолютно не достигаем, но тем не менее мы гарантируем, что наши предсказания, когда мы будем пользоваться этой формулой, дают нам отклонение от истины не больше, чем некая величина, которую мы можем, так сказать, заранее ограничить и подогнать наши формулы так, чтобы не превышала вот этой величины. Заданной вероятностью. Это и есть смысл той истины, которую нам дает наука, и которая выражается формулой, что наука это та, которая на основании опытов прошлого позволяет нам предсказывать результаты опытов будущего. И таким образом мы получаем, что сменяющие друг друга научные теории, в которых, если они обоснованы по единому методу, в которых меняются понятия истины, они нам дают предсказания будущих опытов с заданной точностью и вероятностью. То есть, будем рассчитывать, скажем, полет снаряда по формулам Ньютона или по формулам Эйнштейна, мы получим практически один и тот же результат. Точнее, мы получим, так сказать, некую точку и некоторую картину рассеяния, некую вероятность отклонения от этой точки, точки приземления этого снаряда. И это то, что нам, вообще-то говоря, и нужно. Что дает нам уточнение, почему происходит смена одной теории к другой. А потому, что обычно мы строим вот эту аппроксимацию в некоторой зоне опыта, которую мы имеем на сегодняшний день. Опыт, он никогда не бывает бесконечен. Мы всегда имеем некий конечный опыт. Сколько мы еще не делаем экспериментов, всегда можно еще какие-то эксперименты, еще в какой-то новый опыт все поставить. Обычно мы строим теорию на основе того опыта, который мы сегодня имеем. Расширяется опыт, и мы получаем, что прежняя наша аппроксимация, которая работала в зоне нашего старого опыта, то есть в случае вот Ньютона-Эйнштейн, в зоне скоростей далеких от скорости света, она работала хорошо, давала хорошее приближение к некой вот этой абсолютной истине. А вот для скоростей уже близких к скорости света эта Ньютоновская аппроксимация, она начинает сильно грешить, то есть она отклоняется уже далеко. Если мы продлеваем эту кривую в сторону скоростей уже близких к скорости света, то там у нас получается отклонение этих точек на графике уже очень далеко от той кривой. А вот кривая, которая будет соответствовать Эйнштейновской теории, она будет хорошо близка к этим точкам экспериментальным и в зоне той, где работает теория Ньютона, и уже в новой расширенной зоне. Понятно, что рано или поздно мы должны, так сказать, согласно единому методу обоснования, столкнуться уже и с такой действительностью, где нам потребуется уточнять уже и теорию Ньютона. Ну вот с таким представлением о науке мы очень даже хорошо можем жить. Мы по-прежнему можем, так сказать, полагаться на нее, полагаться не абсолютно, но зато заранее зная, с какой точностью и вероятностью мы на нее полагаемся. И мы можем, так сказать, рассеять вот этот вот туман, когда в результате вот этого отказа от рационального подхода в сфере общественных и гуманитарных наук у нас наступило, так сказать, я так считаю, вот новое средневековье. Мы можем опять вернуться к здоровому такому подходу и решить проблемы с современностью. Подробнее рекомендую прочесть статью, которая так и называется, как этот доклад. На этом благодарю за внимание. Всего хорошего.